Ну, хорошо, значит, мы возвращаемся к фрагменту, который мы, собственно, в общем целом обозрели и как-то даже чуть-чуть разобрали. Это раздел про то, что Давид употребил не очень удачное слово, не очень удачный глагол в отношении Бога, подбивал, подстрекал, и вроде бы как в ответ на это Бог его подстрекает, подстрекает его совершить некое запрещенное действие, именно подсчет евреев. И это у нас, вы можете открыть в себя где-нибудь или бумажную версию, или электронную версию. Это у нас книга Шмуэля, книга Самуила, старая книга Самуила. В Синодальном, это будет называться, видимо, четвертая книга царей, 24-я глава. И там вначале говорится, опять воспалал днев Господа на Израиль, подбивал Давида против них, чтобы приказать, пойди пересчитай людей. И, в общем, вот, пересчитывает людей. И после этого начинается мор. И по этому поводу у нас есть два источника. Это источник, вот эта книга Шмуэля вторая, а другой источник – это книга Хроник, или Диврейгаймин, так как она называется на Ихпите. Это вторая книга Хроник, тоже, по-моему. Нет, первая книга Хроник, 21-я глава. Сейчас мы ее тоже откроем. 21-я глава. Там говорится так, и встал Сатан против Израиля, то есть Сатана, и подстрекал Давида исчислить Израиль. То есть вы, наверное, знаете, что книга Хроник, она часто совпадает с книгами царей, с книгами Шмуэля, да, то есть, по сути, там есть некоторые повторы, и иногда эти тексты не совпадают, и что-то более подробно описано как раз в книге Хроник, Диврейгаймин, а что-то более подробно в книгах царей или Шмуэля. И, в общем, и там, и там описывается, по сути дела, одно и то же, да, одно и то же событие. Ну, и дальше нам говорили, что на самом деле это прекратилось, да, то есть там была странная фраза такая, что был этот мор с утра и до определенного срока, до определенного срока, который формулирован как Эд Моэд, время встречи, время, ну, можно, конечно, сказать, что и время праздника Моэд, и время назначенное время, то есть утра до назначенного времени. И у нас были несколько вариантов незначительного, на самом деле, времени, да, от принесения постоянной жертвы утренней до того, как ее кровь изливается на жертвенник, а было также и мнение Раби Йоханова, который говорил, что это до полудня, то есть со времени заклания постоянной жертвы до полудня. И в продолжении как бы толкований вот этих стихов там была фраза, что сказал Господь этому самому ангелу-уничтожителю, что типа «хватит», выражено это словами «бэам раф», то есть «хватит» типа «убивать народ». Слово «рав» оно может означать в том числе и «достаточно», как, например, Моисей говорит, когда восстание Короха, он говорит «равлахем» в ней леви, хватит вам сыны леви возникать, у вас как бы и так все хорошо. Поэтому вот это слово «рав» оно может использоваться по-разному и в том числе здесь у нас оно толкуется как то, что был взят самый значительный человек из народа, а это самый значительный человек из народа, это был племянник Давида Авишайбен Сруя, и он, собственно говоря, был уничтожен, а он был как большая часть Сангедрина. «Раслов» – «рав» – «бээм» и «руба» – «шельсангедрин» – конкретные слова. И получается, что, значит, вот это продолжение стиха читается не как то, что ангел-уничтожитель как бы прекратил уничтожение, а он на самом деле уничтожил вот этого самого Авишайбен Суя. Ну и затем нам рассказывалось о том, что Господь увидел, что как бы хватит, то есть уничтожая народ, увидел Господь и успокоился как бы. Такие там слова. Это как раз в 21 главе в книге «Хроник», 15 стих, вы можете его посмотреть, ну мы его смотрели в прошлый раз, но тем не менее, да, то есть в 14-м говорится, «И навел Господь мор на Израиль, и пала из Израиля 70 тысяч человек, и послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы погубить его. И когда начал он истреблять, увидел Господь и пожалел о бедствии, и сказал ангелу-убителю, «Довольно, теперь останови свою руку». Вот это «довольно» – это «рафт». Как раз в начале говорится, что он увидел Господь и пожалел о бедствии. Так здесь это переводится. Вейнахэмка, ну это лучше перевести, наверное, как «увидел и успокоил». И вот это «увидел и успокоился» толкуется четырьмя разными способами, ну с четырьмя разными отсылками, которые мы с вами подробно как раз не разбирали. Все остальное вроде бы, все остальное мы проговаривали. И что это за отсылки? Это первое. Сказал «рафт» – увидел Якова, ибо написано «и сказал Яков, когда их увидел». Ну, мы говорили о том, что это на самом деле речь идет про то, как Яков посылает ангелов, перед тем, как Яков посылает ангелов, посланцев, как бы, Исаву, а перед этим он видит ангелов. Давайте мы прочитаем, тем не менее, этот фрагментик. Это у нас книга «Берешит» 32.3. Потому что на самом деле это как раз толкование, оно достаточно странно, потому что, вообще-то говоря, увидел Господь. И что увидел Господь? Нам говорят, увидел Яков как раз, не Господь. Спасибо.